Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем цикл видео Описание инопланетных рас И в этом видео мы поговорим про Империю Ориона Орион, он же Охотник, представляет собой крупное созвездие, видимое в обоих полушариях Земли в вечернее время, с октября по март Оно включает в себя не только множество звезд, но и ряд туманностей из которых наиболее широко известна туманность Ориона для скопления звезд образует меч Ориона Две самые яркие звезды Ориона – Ригель и Бетельгейзи Но, возможно, вы слышали и о других ярких светилах таких как Ментака, Альнитак, Альнилам, Белатрикс Как и во всех группах, пришельцы из Ориона представляют разные ориентации, направленности деятельности Попросту говоря, так не бывает, чтобы планета, приходящая из третьей плотности избирала лишь одну крайность или другую Не был исключением и Орион Так что среди существ, посещающих Землю из этого созвездия имеются обе ориентации, обе крайности Когда вам наносят визит, надо смотреть на призыв, который был дан И на поведение посетителей Орион давно получил плохую оценку Из-за одного чрезвычайно помпезного визита, нанесенного правительству Соединенных Штатов Тот визит был нанесен сущностью Твердо придерживающейся ориентации служба себе И с тех пор любому существу из Ориона Ориентации служба другим Приходится от этого отмываться Обычно они занимаются делами Не требующими контактов с людьми Поскольку иначе все силы и время Уйдут на опровержение дурной прессы Однако многие расы знали о масштабах того Насколько распространился контроль империи Ориона Которая содержит в себе большую часть Основных военных сил рептилоидной цивилизации Империей были разработаны способы контролирования астральных тел И смерть уже не была освобождением Многие люди занялись изучением Иеретических учений, чтобы обучиться древнему знанию О межпространственных путешествиях сознания Мало кому сопутствовал успех Но те, кому это удалось Отыскали способ покинуть систему Ориона навсегда Через сфокусированную концентрацию И в освобождении из пут верований Массового сознания Ориона Небольшой процент индивидуумов сумел оставить свои тела Умереть И успешно нацелиться или поселиться в существах Когда-то убежавших или реинкарнировавших из Ориона на Землю Как только на эти существа удалось нацелиться То сущность из Ориона могла создать окно Через которое ему и ей можно было бы переправиться Когда же он-она проходили через это окно И инкарнировали на Землю То это существо становилось затерявшимся в массовом сознании Земли Это было механизмом сохранения Если они не знали о своей собственной идентичности То им не грозило и преследование империи Ориона Теперь беглецы входили в реинкарнационный цикл Земли И что наиболее вероятно Бессознательно продолжали разыгрывать драму Ориона В рамках структур своих душ Временами было так Что через окна на них выходили каратели империи Ориона Но часто и эти каратели империи Оказывались захвачены массовым сознанием Земли Так что им приходилось войти в этот реинкарнационный цикл Когда же они инкарнировали То несли с собой и свое старое орионское желание контролировать Цивилизации Ориона вышли из двух противоположных рас Совет света был из звездной системы Петельгейзе Мощные злые орионцы в равной степени произошли из звездной системы Ригель Орионцы взяли под контроль множество планет в нашей галактике Но всегда стараются держать равновесие с Галактической Федерацией Воинствующая часть империи Ориона была побеждена много лет назад Галактической Федерацией И с тех пор они не угрожают Земле В настоящее время они подготавливаются к переходу на четвертый уровень Как и мы на Земле На самом деле некоторые люди на Земле являются реинкарнированными орионцами Которые находятся здесь Чтобы интегрировать их негативность и отсюда поднимать оба наших мира Высокие длинноносые Насаждают и поддерживают на Земле денежно-кредитную систему Состоят в сотрудничестве с драконианцами В основном орионская цивилизация по своей природе на 90% веганская Речь идет про созвездия Лиры, звезда Вега Из этих 90% веганского генотипа Около 75% относятся к чисто гуманоидному веганскому генотипу А оставшиеся 25% должны считаться нечеловеческими веганскими генами Поэтому наши сказки о рептилиях и созвездии Ориона Хотя и несколько приукрашены в эмоциональном плане Довольно точны, поскольку прототипами этих преданий Являются именно те нечеловеческие существа Которые обладают веганской генетикой И живут, или по крайней мере, жили когда-то в звездной системе Ориона По своей природе они в первую очередь веганцы Это те, у которых в теле высокое содержание меди Вследствие наследственности и особой диеты Наши тела здесь, на Земле, состоят в основном из воды Хотя в их телах также содержится вода У них есть еще и особая смазка, которая смачивает кожу И еще одна уникальная черта, о которой нужно упомянуть Это глаза орионцев Благодаря очень строгой духовной практике В которую входят диета, ритуалы И определенные психические переживания Орионские священнослужители могут изменять цвет своих глаз До очень ярко-голубого Некоторые, вероятно, встречали таких существ С очень яркими голубыми глазами Скорее всего, это были орионские священнослужители Того или иного ранга Этот цвет глаз неестественен для них Он достигается на духовном пути Оставшиеся 10% общей группы орионцев Имеют лирианское происхождение Причем 90% из этих 10% Это подобные людям существа Со светлой коричневой кожей Оставшиеся 10% из тех же 10% общей группы Имеют лирианские корни И относятся к светлоболосому европеоидному типу Последние встречаются очень редко Но если учесть, что население исчисляется Несколькими миллиардами То количество получится немаленькое Вообще орионцы склонны проявлять агрессивность И оставлять после себя следы Это наиболее характерные физические характеристики этих существ Если посмотреть на это с эзотерической точки зрения Все будет выглядеть так При переходе к более редким вибрационным частотам Мы выходим на высшие уровни четвертой плотности Мы же сейчас говорим о третьем уровне плотности И о начальных характеристиках четвертого уровня плотности Поскольку именно здесь генетические различия Становятся наиболее заметными и выраженными Между всеми этими подрасами существует генетическое сходство Позволяющее производить потомство Цивилизация Ориона была одной из очень немногих Кому удалось эволюционировать до технологически развитого состояния Все еще пребывая в состоянии интенсивного духовного конфликта Проходили тысячелетия ионы времени Пока продолжалась эта драма Говоря в понятиях реинкарнации Одни и те же души рождались и рождались вновь Меняя лагеря на противоположные Пытаясь отыскать путь Приведению всей этой битвы в сбалансированное равновесие В истории Ориона всегда было подпольное сопротивление На протяжении веков сила его то убывала, то пребывала Словно пульсации их красного гиганта Бетельгейза Обычно их обнаруживали негативные силы, что увлекло за собой рассеивание и наказание Всякий раз, когда они собирались вновь в достаточном количестве, то излучали энергии настолько интенсивно, что их опять обнаруживали По мере того, как философия сопротивления укреплялась, стало очевидно, что им необходимо подавлять это излучение своих идей Вместо этого они приняли идею символической абсорбции Они стали позволять людям приходить к ним Они стали словно черная дыра, которую нельзя увидеть, но сила и мощь их энергии были велики Таким образом, их организация получила название Черная Лига Земля манифестирует драму Ориона в попытке сбалансировать полярности на всем протяжении истории человечества Падение Атлантиды, Римской империи или нацизма, а также постоянные религиозные войны Все это примеры структур памяти из Ориона, которые выходят наружу, чтобы очиститься На протяжении всех этих драм человеческая раса выживает и удерживается в безвыходном положении, тотального угнетения Человечество продолжает разыгрывать все ту же самую динамику Жертвы, преступники, сопротивление Однако на этот раз начинает распространяться свет И даже сопротивление начинает рано обучаться тому, что нельзя отвечать огнем на огонь Современная цивилизация Ориона, существующая в том же самом временном континууме, что и нынешняя Земля Уже исцелила данный конфликт Поскольку Земля все еще разыгрывает прошлое Ориона в попытках сбалансировать его для себя То основной контакт, который человечество получает с Ориона, расценивается как негативный Драма Ориона — это не эксперимент, проводимый кем-то над кем-то еще Все, кто избрал для себя стать частью трансмутации Земли, делают это в соответствии со своей свободной волей Эта трансмутация, интеграция, повлияла на всю галактическую семью, порожденную через внедрение в измерение Это послужит началом процесса обратной интеграции через призму Лиры Таким образом, эти интеграционные полярности можно назвать светом Ориона Земля в настоящее время переживает переломный этап Массовое пробуждение душ более великой духовной цели Это пробуждение происходит естественным путем и начинает ускорять расширение зазора между положительным и отрицательным полюсами Что можно видеть в социальных процессах Подчеркивание этого разрыва служит для поляризации и более четкого выделения выборов, которые может сделать общество Для того, чтобы стало ясно, этот выбор должен быть сделан в данный момент времени Человечество не нуждается в уродствах и боли мучительного прошлого до такой степени, в какой это пережил Орион По мере пробуждения Земли станут видимыми все инструменты, с помощью которых человечество сможет провозгласить ответственность за целое и за себя Болезненные воспоминания Ориона могут продолжать всплывать на поверхность Но исцеление их будет происходить через провозглашение человечеством свободы и выбора В то же время некоторые системы Ориона создали группы невероятно духовные, сильно развитые, с двойственной природой, живущие как в воде, так и на суше Динозавроподобные и присмыкающиеся цивилизации несколько раз нападали на звездные системы этих групп с двойственной природой, но терпели неудачи Духовная энергия с двойственной природой этих цивилизаций настолько была развита, что они стали невидимыми для вражеских армий Если посмотреть с более глубокой точки зрения, то необходимо подчеркнуть, что эти нападения не могли иметь успех, так как темные энергии не хотели тогда освещения Это живое существо с двойственной природой может показаться нам огромной, подвергнутой изменениям лягушкой, похожим на черепаху Однако, в отличие от наших черепах, эти существа имеют руки и ноги Они очень сильно не похожи на то, что могут ожидать люди Но их любовь и энергия настолько велики, что при приближении какого-либо человека к ним страх и испуг, который он мог бы почувствовать, преобразуются под влиянием их полных любви и вибраций Быть вместе с ними, обнимать их, слушать их и чувствовать их энергию дает людям возможность испытывать чувство радости и наслаждения И на этом на сегодня я закончу Итак, вы прослушали описание одной из рас орионских цивилизаций Описание империи Ориона и некоторых событий, которые происходили до появления жизни на Земле И свои впечатления вы можете написать в комментариях под этим видео А я с вами прощаюсь, до следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok